Если я тебя еще раз не увижу, то ты об этом пожалеешь, понятно? Ты нас не увидишь, у нас через час билеты в Лондон уже куплены, мы улетаем. Ну ах ты, я вам этого не позволю. С этой секунды в дело вступают школьники. Они должны вызвать медицинскую бригаду и оказать первую помощь. Это одно из заданий школьной олимпиады по оказанию первой медицинской помощи, которая проходит в медицинском университете. За участниками следят преподаватели кафедр, они оценивают каждое их действие. Нужно успокоить пострадавшую, промыть ей руки проточной водой и так далее. Я думаю, что у вас есть мечта стать врачом или каким-то специалистом, который имеет высшее медицинское и фронтологическое образование, скажем так. Он быстро исполнится, а это будет сегодня, наверное, один из шагов, который вас стимулирует и даст дополнительную такую мощную мотивацию достигнуть вашей цели. Укус ядовитой змеи, оторванная в результате взрыва рука, падение в обморок и остановка сердца. Со всем этим столкнулись будущие врачи. В школьной олимпиаде участвуют команды из семи разных школ города. У них семь точек, на каждой из которых они столкнутся с той или иной проблемой, которую нужно решить оперативно. На каждом пункте дается всего 10-15 минут. Мы хотим, чтобы она ставила целью погружение в мир первой помощи и ознакомление с теми приемами, которые могут пригодиться на практике каждому человеку, не только школьнику, не только тому, кто хочет стать медиком в будущем. Задания для ребят придумывали преподаватели кафедр Рязанского государственного медицинского университета и волонтеры-медики. Каждая из них приближена к реальности. Вот юноша ломает ногу, катаясь на скейтборде. Он кричит, сопротивляется и пытается помочь себе сам. Через минуту прибегает его друг, который расталкивает школьников и мешает им. Оба человека в шоке. И задача школьников не только оказать первую помощь, но и успокоить их и проследить, чтобы они себе не навредили. В Олимпиаде принимают участие школьники, которые поставили себе цель стать врачами. В нашей школе есть медицинские классы. И многие, кто приходят сюда, уже выбрали свой дальнейший путь в медицине. Мы стремимся попасть сюда. Олимпиады по оказанию первой медицинской помощи проводятся в Рязанском медицинском университете имени Павлова. Ее проведение хотят сделать доброй традицией в УЗИ. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.